В последние дни весь мир буквально прикован к экранам телевизоров. Жители России и Крыма, затаив дыхание, следили за результатами референдума в Крыму. И количество ликующих людей, пришедших на главную площадь Симферополя с российскими флагами, говорило само за себя. Мы идем домой! Крым в России! Ура, товарищи! В итоге в России появился еще один приморский край. Крым и Приморье расположены практически на одной широте, на расстоянии 7 тысяч километров. Но радость за новых западных приморцев не имеет ни расстояний, ни границ. Одна сторона, один город! Одна сторона, один город! Поддержать черноморцев на корабельную набережную Владивостока вышли не сотни, а тысячи горожан. Мирный митинг прошел в атмосфере радости и хорошего настроения. Естественно, довольна и тоже много лет ждала этого. Мы все перемешаны. И как бы нас разделить, это все равно, что вырвать из души было. Я очень рада, что мы соединимся. Не то слово, не то, что довольны. А мы ждали, много лет ждали того момента, когда, наконец, Крым, Севастополь, наша исконная территория, перейдет опять к нам домой. Порадоваться за возвращение Крыма пришла даже молодежь. По собственному желанию. Вы сегодня пришли сюда как по собственному желанию? Конечно, по собственному. Мы решили, что нам нужно поддержать Крым. События на Украине всегда находили отклик у приморцев. В крае практически в каждой семье украинские корни. Именно украинцы вторые по населению края после русских. Массовые переселения украинцев начались в конце 19 века. Здесь им давали и работу, и землю. Перед великой державой стояла задача освоения Дальнего Востока. И к началу революции 1917 года украинцы составляли половину населения региона. На сегодняшний день население Крыма практически равно Приморскому. И радуются у Японского моря не меньше, чем у Черного. Ура! 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 Инна Коновалова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.